Этот микроавтобус для жителей Мацесты, можно сказать, стал желаемым предновогодним подарком. Теперь добраться до улицы Ведовой можно с комфортом. Восьмёрка – единственная маршрутка, которая возит пассажиров по этому непростому пути. Целое дело, как он приедет. Пятачок такой маленький. И всё заставлено. Не развернусь. Дорога узкая, и обычные автобусы тут никогда не ходили. Раньше, говорит Иван Кива, добираться до дома было трудно. Раньше была у нас старенькая «Газель», постоянно ломалась. Очень было неудобно в ней ехать. А сейчас новую хорошую маршрутку выделили. Очень приятно в ней ехать. Большая, просторная, очень хорошая. Говорят, летом кондиционер есть. Летом будем ехать в комфорте. Новый микроавтобус – вместительные, удобные сидения, предусмотрены необходимые детали. Во время открывания дверей автоматически опускается подножка. Комфортно ездить стало не только пассажирам, но и водителю. Легче стало работать и интереснее. Потому что машина новая, везёт хорошо. Руль лёгкий, машина, сиденья мягкие. Всё, все довольны. Выдвигается подножка для инвалидов. Всё очень хорошо сделано. И все довольны, жители Мацесты. Кстати, водитель у жителей видовой на особым счету. Каждый отмечает его доброту и уважительное отношение. Поэтому и называют по-свойски. Дядя Саша, вы на новую сейчас едете? Всё хорошо, спасибо. А едет дядя Саша по маршруту от остановки Новая Мацеста до улицы Видовая, спускается к 11-й школе и выезжает на Среднюю Мацесту. Восьмёрку называют социальным маршрутом. Он был сформирован исключительно исходя из пожеланий жителей. Общественный транспорт постепенно обновляется во всех районах города. Оптимизация нашей маршрутной сети, она, безусловно, включает в себя как раз-таки замену автобусов малой вместимости. Это и Hyundai, и Богдана, так называемые, которые у нас по городу ездят, на автобусы большей вместимости. До 1 июня такая задача стоит у всех перевозчиков. Поэтому могу с большой уверенностью, стопроцентной уверенностью сказать, что мы это начали до Нового года, а не с, как мы до этого говорили. И, соответственно, я думаю, что уже буквально к апрелю-маю месяцу наш подвижной состав у наших частных перевозчиков будет полностью обновлён. А это порядка 450 автобусов. 30 новых автобусов уже можно увидеть на линии 95-го, 19-го и 25-го маршрутов. Дошли они и до микрорайона КСМ. Уже завтра 6 новых автобусов выйдут на линию по 87-му маршруту. Современный подвижной состав существенно отличается от предыдущего. Во-первых, салон просторнее, а значит, увеличилась вместимость. Во-вторых, в автобусе установлены автоинформаторы, объявляющие остановки, электронное табло и кондиционер. Кроме того, салон адаптирован для маломобильных групп населения. При необходимости водитель может опустить воздушную подвеску автобуса, чтобы пожилым людям и мамам с колясками было легче войти и выйти из салона. Должностные обязанности водителя также входит выставлять аппарель, проще говоря, пандус, по которому могут заехать в салон колясочники. В случае недобросовестности водителя можно обратиться в управление городского транспорта по телефону горячей линии 8-918-665-2665. В рамках оптимизации маршрутной сети запланирован и ввод безналичной оплаты проезда во всех маршрутах общественного транспорта. Она будет осуществляться с помощью транспортной карты, которая появится в городе с февраля. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.